Да, пацаны, я немного спать хочу. Дело в том, что я сегодня ездил к чувакам, я не буду называть магазин, потому что это неоплаченная реклама будет, но мне написали, короче, ну я сказал, что возьму, короче, шлем виртуальной реальности, расскажу историю, короче, мне написали из магазина одного клиента, которого я там являюсь, но бесплатно, то есть я сам деньги там плачу за то, чтобы купить какие-то ништяки у них, потому что у меня в плане этой периферии, на самом деле, другой спонсор был, и я, возможно, продолжу с ним сотрудничество, поэтому я, ну, типа, так сказать, неофициально покупаю некоторые вещи у них, и, соответственно, они написали, что у них есть HTC Vive Pro Full Kit, и они готовы его, типа, мне дать на неделю, и потом, если я захочу, я могу его купить, там, что-то в районе, он стоит сейчас от 90 до 100, там, 10 тысяч, а мне бы отдали, там, за 85, за 80, ну, то есть даже выгодно было бы с учетом того, чтобы его потом спихнуть, тупо, на вторичке, но, короче говоря, я сегодня съездил, посмотрел своими глазами на все это, и я что-то просто сказал, ладно, чуваки, короче, хуй с ним, даже не стал забирать, потому что это, короче, надо тащить две стойки, ну, как обычные, короче, микрофонные стойки, точнее, штативы, ну, не микрофонные, а, блядь, фотоаппаратные, на них, короче, такие две коробочки вешаются, блядь, проводов, ебаная тьма, нужна нормальная просторная комната, насколько я понял, где нет никаких помех, от самого, короче, от самого VR-а блевать тянет, ну, это не шутка, очень жарко в нем, надо все это настраивать, блядь, посмотрел я на игру, ну, конечно, прикольно, но ебал я дремал, даже на неделю, короче, мне бесплатно лень брать, потом, короче, ехать назад, возвращать, тем более, это жопа, ебаная, типа, короче, пизду, блядь, пизду просто, так что не будет никакого алукса, сорян, ну, это реально того не стоит, то есть, даже если учесть, что это стоит ноль, это вообще не стоит геморроя, пацаны, ну, типа, серьезно, абсолютно, как же VR-порно, ну, я не заценил VR-порно там, конечно, я посмотрел Boneworks, еще какую-то хуйню, типа, Fallout-а у них не было, к сожалению, установлено, типа, ну, короче, блядь, пацаны, ну, вот, серьезно, мне бы даже, блядь, подключать все это было, настраивать, ну, вот, просто, вот лень, я, как бы, посмотрел, ну, есть, как бы, варианты менее душные, это, там, Oculus Rift S, можно поискать, да, там, не надо эти коробки ставить, но и сам шлем при этом похуже, вот, может быть, я бы, типа, заморочился, если бы это был, там, Valve Index, например, но, типа, чисто пощупать, но, короче, блин, пацаны, оно вообще того не стоит, ну, то есть, серьезно, с точки зрения покупки, это, ну, это полный бред, это, ну, типа, вообще полный бред, абсолютное выкидывание денег на ветер, я уверен на 100%, что это, ну, типа, не нужно вообще никому, что просто платформы с одной игрой и новых не будет, потому что даже, ну, то есть, позволить себе столько денег в VR-проект вложить могли только Valve, и он не окупился, ну, на мой взгляд, то есть, я, конечно, не специалист, но мне, кажется, нет, поэтому смысл для других разрабов, это, это мертвая платформа, VR-шлемы, это мертвая платформа, абсолютно беспрерспективная, нет никакого смысла деньги за это отдавать, это просто, блядь, путь в шкаф или на Алиэкспресс, и, соответственно, даже просто все это вести, подключать, потом назад возвращать, я ебал, блядь, то есть, ну, типа. Касательно вообще будущего шлемов, я, типа, у шлемов вообще будущего не вижу, как человек с большой головой, я, типа, верю, что будет что-то другое, ну, то есть, придумают что-то, как, ну, не знаю, не как чипирование в мозг какой-то там или еще что-то в этом роде, но придумают какую-то технологию, какие-то, не знаю, там, вместо шлемов там что-то типа маленьких очков, какие-то там проекции на сетчатку из какого-нибудь мини-проектора, там, я не знаю, какие-то кресла виртуально реально, ну, короче, что-то придумают, то есть, ты, типа, садишься и твой мозг там напрямую управляет, потому что я серьезно не верю в то, что настолько неудобная, блевотная технология способна взлететь, это, ну, это просто невозможно себе представить, она душная, неудобная абсолютно, блевотная, ну, это, это просто откровенно, это правда святая, то есть, типа, это ультра неудобно, вот если ты сможешь там потом сесть в кресло и своим мозгом управлять, типа, виртуальной реальности, конечностями и графин будет нормально, но это будет лет через 20, блядь, не раньше, то есть, нейроинтерфейс, да, ну, вот это даже по названию звучит так, как будто что-то может произойти, перспективное в этом направлении, то есть, даже Габен изучает нейроинтерфейс и проще ересь, даже он понимает, что, ну, шлемы, это просто путь в никуда, то есть, как бы, я не знаю, мне кажется, ну, хз. Мне просто показалось, что это, ну, ультра тупость. Нет, ничуть не лучше, я помню, у AVGN-а был этот, виртуал бой, короче, шлем, типа, из 90-х для геймбоя, вот это, такого уже уровня, на самом деле, технология. Через 20 лет стрим по нейроинтерфейсу будет, возможно, возможно, подождем, увидим, поживем, увидим. Просто, смотрите, в чем, я, типа, еще сижу и думаю, короче, блин, изначально я ехал вообще, ну, прикидывая, что я куплю в итоге эту хуйню, чтобы не возвращать, но я такой сижу и думаю, блядь, ну, вот куплю я ее. Вы много стримеров в VR знаете, которых смотрят, да, сейчас, типа, вышел Alux, но уже хайп весь сошел на нет, то есть сейчас никто не будет смотреть его, ну, там, у меня бы посмотрели, допустим, но игра, ну, типа, она, да, неплохая, но, блядь, это Half-Life и интересные, там, только первые два часа, все остальное, это, блядь, Half-Life, нахуй, в блевотном шлеме, в котором ты потеешь и больше двух часов, там, ну, типа, только на морально-волевых можно выдержать. И все, то есть, да, даже, ну, если я там Fallout 4 бы постримал, да лучше любой скажет, чем на это смотреть на стриме, потому что это и на стриме блевотно смотреть, ну, то есть, это неинтересно смотреть, если ты не в шлеме, то лучше просто пройди Fallout 4, там, допустим, да, или еще что-то в нормальном виде, а не в VR, потому что на стриме это несмотребельно, блядь. То есть, ну, для себя брать, ну, мне это не нужно, типа, я прикидывал, как бы, то, что я бы даже, наверное, тридцатку за это не отдал бы, а 80, там, плюс, это, ну, это вообще забейте, это, ну, типа, такие бабки можно нормально компуктер проапгрейдить, отложить на выход новых консолек, там, типа, это просто хуета. Да мне и нормальное порно устраивает, у меня, кстати, девушка есть, зачем мне вообще порно? Я отказался. Тупо сказал, ладно, цены, сорян, типа, ну, давайте не будем душиться, там, типа, лучше у меня скидку на монитор сделаете потом. Хочу моник взять, телек какой-нибудь для приставок, там, типа, много всякой техники. А VR себе оставьте. Ну, ну, это правда, короче, говно. Тихо, зэ, блин, сорян, блядь. Не хочу обижать никого. Я, причем, себя мысленно отговаривал еще в твиттере, вообще изначально даже. Ехать. Ну, Антон написал, короче, из Уфы, который в твиттере тогда нашелся. Хочу внести немного критики, но не хочу в твиттер писать. Тоже мне написал в Дискорде. 48 тысяч игроков на релизе, в первую очередь, из высокой цены на гарнитуру. Особенно высокой она стала после релиза. А Lux, ты говорил про 60к за Oculus Rift S. Я думал, это шутка, но когда зашел на Авито, сам охуел. Но он, типа, покупал за тридцатку еще. Через месяц, пацаны, все, что куплено людьми, все эти Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, и все это дерьмо выкинется на вторичку. Потому что игр новых не появится. Люди закинут это говно в шкаф и попробуют, короче, реализовать. Цена очень сильно упадет. То есть сейчас, даже если вы хотите что-то такое купить, не вздумайте, блядь. Просто перетерпите. Хайп уже прошел. Через месяц все это говно будет побросываться непросто. То есть, как вообще рынок VR выглядел? Вы можете посмотреть графики цен. Эта хуета вообще никому не нужна была. Тот же Oculus Rift S валялся за 30к. Ну, те, которые подороже, они, в принципе, всегда стоили подороже. Ну, плюс к доллару все-таки привязка идет. Но, тем не менее. И, ну, конечно, такую вещь с вторички стрёмно брать. Можно покоцанную какую-нибудь взять или типа тому. Но это, блядь, более адекватно просто тупо потерпеть. Потому что, как бы, рынок этих шлемов. Сейчас магазины накручивают, естественно, под у их эталокса. А так, эти шлемы, они просто лежат на развалах. Там во всяких MBD и т.д. и т.п. Они просто никому не нужны. Их вообще никто не покупает. И это снова будет так. Касательно игр пишет. Еще игр на VR не так много, как на обычную пекарню. Но они есть. И некоторые весьма неплохие. Такие, как Boneworks. Хуета, если честно. Ну, типа, вообще говно какое-то. Физиков, которые даже поинтереснее алуха. Это просто там, типа, ты в комнате, грубо говоря, сидишь, стреляешь с пистолетов. Графин, ну, типа, позорный. Это игрой назвать даже тяжело. Ну, то есть, типа, в представлении чувака, который на пекарне играет, это вообще не игра. Ну, то есть, типа, блядь, вы от какого-нибудь Дума получите в тысячу раз больше удовольствия, чем в эту сраку. Горн, битва на арене, различные тиры с оружием. Там все игры, это практически все игры. Там есть какая-то одна игра с сюжетом еще, но она, по-моему, на PlayStation VR, который, ну, еще хуже, чем обычные VR, то есть, это китайский какой-то вариант такой, ну, типа, ну, не в негативном смысле, а такой полупаленый, что ли, я хз как-то объясни. Горн, это, короче, мультяшные викинги дерутся на аренах, ну, и тиры на аренах, ну, это вообще, блядь, позор, ну, типа, это реально позор. Ощущение от этого всего, кстати говоря, побольше, чем от просто игр на пеке, ну, не хз, если честно. Но Алух реально крута в плане сюжета, сюжетных игр я всего две знаю, Ходячие мертвецы и Алух, причем Алух, типа, намного пиже. Ну, Алух, это вообще единственная игра, типа, на платформе, ну, будем откровенными. Вообще, в чем смысл этого хода от Вальпы постигру? Разрабы поймут, что на VR можно делать тоже хорошо, и может кто-то начнет делать это хорошо. Никто не начнет это делать, блядь, потому что это просто тупо невыгодно. Ты вкладываешь в нормальную полноценную игру сюжет, бюджет, бюджет, да, там делаешь сюжет, локации, графин, физон, и она продается на 48к у Вальв, а у вас она продастся, блядь, на 0к, нахуй. Ну, это же просто несерьезно, пацаны, то есть это не двинет вообще, то есть прогресса в этом никакого нет, не для чего, да. Габен все-таки не такой же тупой, чтобы терять столько бабла на разработку и прочее. Так что, думаю, впереди нас еще что-то ждет. Ну, я не исключаю того, что они на свой индекс высрут Half-Life 3, но это будет такой же провал. А касательно того, что Габен не такой тупой, то я уже начинаю сомневаться, потому что, ну, мы видим, как бы, какие проекты в последнее время выходят. Это артефакт, андерлорд, стим-контроллер. Кстати, насчет алуха и перестрелок, там ничего общего. Ну, я, кстати, до перестрелок не дошел и там. Сейвов не было. Пули на носите большой дамаг, поэтому надо прятаться за стенами, дверьми и крышками от мусорных баков. Твой урон, по-моему, он слаб, и от перестрелок нет никакого приятного эффекта. Всякие действия игрового мира при этом неплохо проработаны. Здоровые пауки ходят по городу, сошедшие поезда. Тут все-таки, типа, игра больше нацелена на такие вау-моменты. И, типа, Valve Index еще лучше заточен под такую игру. Что можно там банки сжимать, типа. Ну, и сам он пишет, в целом, как обладатель VR-а, согласен, что VR-а останется совершенно непопулярной дорогой приблудой. Лично я пройду алупс и продам. Ну, как бы, блядь, как и большинство людей. Так что, вот, я объяснил свою позицию. Как бы, мы можете с ней не согласиться. Но я, типа, решил не заморачиваться. Лучше в нормальные игры поиграем. Как бы, чем хуетой заниматься.